По факту похищения девушки в Солнечном возбуждено уголовное дело. ЧП произошло в ночь с 4 на 5 ноября. Двое молодых людей против воли затолкали 24-летнюю девушку в машину и уезли в безлюдное место. Следователи не исключают факт, что они хотели ее изнасиловать, но в последний момент передумали и решили замести следы. О жестокой попытке убийства наш следующий материал. Я сидел за водительским посидением. Девушка была на пассажирском. На следственном эксперименте он хладнокровно рассказывает, как несколько дней назад чуть было не убил 24-летнюю девушку. Молодой человек с приятелем затолкали незнакомку в машину и вывезли в один из гаражных кооперативов Саратовского района. Сначала хотели изнасиловать, но отчего-то вспылили и решили убить. Вытащили девушку из машины и несколько раз проехались прямо по ней. Я вообще думал, что не живая. Потом только через каких-то 5-6-7 минут начала подавать близкой жизни. Уже на утро ее, едва живую, обнаружил один из местных жителей. В ту ночь молодые люди возвращались еще раз и снова направили автомобиль на жертву. У девушки разрыв печени и многочисленные травмы. Ее доставили в реанимацию, а на поиски преступников бросили все силы. Изучив съемки установленных поблизости камер видеонаблюдения, следователи вышли на подозреваемых. Было установлен автомобиль марки ВАЗ-2114, предположительно, на котором передвигались предполагаемые и подозреваемые. Данный автомобиль на протяжении нескольких часов возвращался на место совершения преступления. Также в ходе продолжительного анализа и просмотра видеозаписи, изъятых в ходе осмотра, был установлен предполагаемый подозреваемый. Молодые люди в преступлении и сознались. Говорят, были навеселей и не понимали, что делают. Правда, раскаяние теперь не поможет. Подозреваемые предстанут перед судом. По данному факту, следственным отделом по городу Саратов возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренным пунктом А, части 2, ст. 126. Это похищение совершенной группы лиц по предварительному сговору. Кроме этого, в настоящее время возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренным пунктом А, части 3, ст. 111 Уголовного кодекса. Это причинение тяжкого вреда здоровью совершенной группы лиц по предварительному сговору. В общей сложности каждому подозреваемому грозит до 12 лет в колонии. Не будет поблажек даже второму молодому человеку, который является несовершеннолетним. Ему исполнилось только 17 лет.